Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор интернет-компании ТикМилы. С вами я, Артур Изотуллин. Я уже несколько дней пишу про возвращение доллара, и сегодня, наконец-таки, он нам дал надежду на это. Вчера индекс доллара краткосрочно пробивал основной уровень поддержки на уровне 94.50 и касался уровня 94.40, прежде чем начать отыгрывать сегодня потери. Однако, что любопытно, полномасштабной распродажи доллара все еще нет. Динамика основных валют, входящих в индекс доллара, то есть евро, фунт-стерлинг, японская иена и канадский доллар, они оказывали неравномерное давление на доллар в последние две недели. Если посмотреть на этот график, то видно, что основной вклад в давление на доллар оказывал евро и канадский доллар, в то время как японская иена и фунт-стерлинг, они то уросли, то снижались против американской валюты. Примерно за этот же период происходил отток с немецких бандов, доходность этих бандов росла. И это является основным индикатором отношения, один из основных индикаторов отношения к риску. Евро как раз-таки мог расти именно на оттоке, происходящем с рынка бандов. Их доходность росла вместе с надеждами, что шторм на развивающихся рынках прошел, но турецкая лера обещала вернуться. Сегодня она достигла уровня, превысила уже уровень 6.300, достигла почти уровня 6.40. Остальные валюты, развивающиеся рынков, также в минусе. Вот если посмотреть пару доллар-рубль, то она также торгуется в небольшом, скромном плюсе. Причина одна. Каждая новая порция экономических данных из США, это жесткая позиция ФРС, а значит продолжение сжатия доллара в ликвидности на мировом рынке, как следствие проблемы для стран, у которых были большие взаимы в долларах, в частности, как у Турции. Чем же порадовала экономика США? Так это индекс потребительского оптимизма, вчера вышли данные по индексу потребительского оптимизма. И они показали, что он вырос, он совершил даже скачок до 130 пунктов. Это данные за август. И такой скачок стал максимальным ростом за 18 лет. Дефицит торгового баланса, как вы видите, он незначительно отстал от прогнозов, но это сейчас не важно, потому что ему нужно сосредоточиться на том, как чувствует себя потребитель в США. И было понятно, что рынок переоценил, скорее всего, и выступление Паула. Сейчас уже появляются некоторые статьи в авторитетных журналах, типа Financial Times, что какой же Паул хитрый он смог и рынкам угодить, и Трампу. На мой взгляд, ФРС будет повышать ставки тем же темпом, который планировал, и уж тем более от нее не стоит ожидать отклонения от курс, когда потребительский оптимизм бьет 18-летние рекорды. Вспоминаем, что основной компонент роста в США это у нас потребление, он занимает 72% ВВП, поэтому именно такие данные указывают на то, что потребление будет расти. И если еще учесть, что это лидирующий индикатор, то подобный скачок определенно закладывает основу для хороших данных по зарплатам и, как следствие, потребительской инфляции. Хотя долго ждать и не нужно, сегодня у нас в среду выходят данные по ВВП за второй квартал, они выйдут через 2 часа. Что касается данных по расходу и по потреблению, то они у нас выходят в четверг, также поэтому у нас эти дни у нас достаточно богат, календарь достаточно богат для богат событий, поэтому доллару есть где продолжить перехватывать инициативу. Китайский юань сегодня также валится, но пока осторожно у нас пара доллар-юань незначительно подросла, и пока вот контр-цикличный фактор, который был включен в расчет ориентировочной ставки, он пока слабо заявляет о себе. А золото торгуется у нас чуть выше открытия, пытается уйти ниже уровня 1200, но пока это не получается. И ясно, что коррекция после погружения на уровень 1160 у нас уже завершается. Также Национальная комиссия по развитию реформ Китая опубликовала на сайте такую горькую заметку о том, что некоторые цели во втором полугодии, возможно, не удастся достигнуть. Это как раз-таки следствие тарифов. Они поймали Кита именно в тот момент, когда у него появились первые слабости в экономике, и в то же время он продолжал проводить масштабную кампанию по снижению финансового плеча в экономике. Теперь за всеми целями, естественно, угнаться не получится. Либо придется переходить в новый режим смягчения, накапливать долг, либо жертвовать ростом, но сглаживать отрицательные эффекты предыдущих мер стимулирования. Время компромисса теперь будет достаточно длительным висеть на плечах китайских властей. Но со своей стороны я сейчас открыл сделку на снижение по евро-доллару. Как раз-таки именно благодаря... Побудили мне это сделать данные по потребительскому оптимизму, которые, как я уже сказал, возможно, дают основу полагать, что и сегодняшние данные по ВП, и завтрашние данные по потреблению также положительно отклонятся от прогноза и позволят доллару вновь стремиться наверх. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в пятницу.